здравствуйте мои дорогие христос посреди нас очень рада что смогла найти время и что вы смогли найти время встретиться сегодня вместе почитать евангелие сегодня мы будем с вами заканчивать 16 главу от луки и будем читать знаменитую притчу о богаче и лазаре ну вот давайте откроем евангелие как обычно я предупреждаю для тех кто впервые читает с нами что мы читаем по церковнославянски для того чтобы лучше понимать наше богослужение церковное поэтому если вам трудно понимать на слух этот язык вы можете взять в руки евангелие на русском или вашем родном языке и читать вместе с нами мы начнем читать с 15 стиха 16 главы и дойдем до конца вы есть те оправдающий себе пред человеке бог же весть сердца ваша яку и ежи есть в человец их высоко мерзость есть пред богом закон и пророцы до иоанна от то ли царствие божие благовествуется и всяк вне нудится удобее же есть небу и земли прийти неже от закона единой черте погибнуть и всяк пуща ей жену свою и приводя и ну при любы деет и женяйся пущеною от мужа при любы творит человек же некий бе богат и облачашеся в парфиру и виссон веселяйся на вся дни светло нищи же бе никто именем лазарь и жележаше пред враты его гноен и желаша насытитесь от крупиц падающих от трапезы богатого но и пси приходяще облизах у гной его бысть же умрете нищему и не сену быти ангелы на лона авраамбле умреже и богатый и погребоши его его ади возвед очи свои сей в муках узре авраама издалеча и лазаря на лоне его и той возглаш и рече очи аврааме помилымя и после лазаря да а мочит конец перста своего в воде и остудит язык мой яко стражду во пламени сем рече же авраам чадо помяни яку восприял если благая твоя в животе твоем и лазарь так уже злая ныне же зде утешается ты же страждише и над всеми между нами и вами пропасть велика утвердися якуда хотящие прийти отсюду к вам не возмогут ни и же оттуду к нам приходят рече же молюте оба отче да послеши его в дом отца моего имамбо пять братья якуда засвидетельствует им да не идти и приидут на место сие мучения глагола ему авраам имут моисе и пророки да послушают их он же рече не отче аврааме но аще кто от мертвых едет к ним покаются рече же ему аще моисе и пророки не послушают и аще кто от мертвых воскреснет не имут веры а здесь на первый взгляд может показаться что несколько отрывков составлены как бы вместе искусственно что они не имеют связи между собой на самом деле это совершенно не так как и все в евангелии здесь все связано и очень крепко логически связаны мы с вами сейчас это и посмотрим и вот начинается этот отрывок которая прочитала вам сейчас с ответа христа фарисеем те кто смотрел предыдущий выпуск помнят до что до этого мы читали про управителя неправедного и про его любовь к богатству да и про его мудрый поступок и вот здесь фарисеи стали перечить христу потому что они любили богатство не потому что они были жадными там да или ну хотя и это тоже может быть а потому что богатство в ветхом завете было признаком благословения божьего то есть праведный человек предполагалось что будет как бы облагодетельствован богом уже в этой жизни да если мы даже берем ветхозаветную книгу иова которая является примером вообще скорбей несения скорбей мы видим что иов получает воздаяние за свое смирение пред богом и своей праведности стойкость пред богом уже в этой жизни на этой земле и поэтому конечно же фарисеи стали скажем так возмущаться слова христа их как бы задели за живое и господь ему им как бы отвечает что вы ведь не являетесь даже по вашему верхому завету вы не являетесь теми настоящими праведниками потому что вы только выставляете себя пред людьми что вы праведный то есть вы очень хорошо умеете играть роль праведников очень многие люди это делают да и наверное каждый человек в определенные моменты жизни как бы иногда даже из добрых побуждений стремясь поступить по-христиански как бы играет роль христианина на самом деле в глубине души у него нет тех чувств которые он изображает снаружи и как бы да скажем так его внешне и внутренне скажем так в несогласии находится но хорошо если это происходит от доброго желания просто человеку не хватает духовные добродетели он пытается хотя бы внешне как-то вести себя по-божьему и как бы угодить богу это один момент а здесь же момент другой когда внешним благочестием прикрываются грехи мудрой предусмотрительностью оправдывается жестокость и злоба якобы это для того чтобы предотвратить еще больше зло мы так поступаем сейчас жестоко или зло или даже нарушаем заповеди да очень часто мы с вами видим такое фарисейство да когда поступает церковь или люди верующие мирс по мирски абсолютно и оправдывает это духовной необходимостью да то есть как бы вот эти моменты они ведь не только тогда были две тысячи лет назад они есть и в жизни каждого из нас и в жизни государства общества церкви дают чего хотите это везде присутствует поэтому евангелие действительно это удивительная вечная книга вечно актуальная да никогда нельзя сказать это было тогда сейчас уже нас это не касается нет еще как касается и касается каждый день и соответственно господь объясняет как бы поясняет фарисеем свою мысль он говорит что господь знает ваши сердца и если людей вы обмануть можете иными словами да людей ведь обмануть ну достаточно легко до ввести в заблуждение то бога то вы не обманете бог видит ваше сердце и знает истинные мотивы ваших поступков и соответственно то что высоко и похвально у людей может оказаться мерзостью у бога это очень страшные слова потому что ведь мы живя в этом мире во многом полагаемся на свое мнение на свое видение ситуации на свою правду на свое на свои знания на свой опыт в конце концов личной жизненный на свое рассуждение и вдруг бог нам говорит вы можете элементарно вот просто во всем заблуждаться потому что правду знает только он он знает сердце он знает и будущее прошлое он знает все и соответственно вот тут наступает такой момент как бы у верующего человека такого некого коллапса собственного я и человек начинает понимать что его собственное я может только вот как пояси святогорец говорил я эти слова уже миллиард раз вам приводил на нужно надоело вам до сидеть смиренно у ножек христа и просить вот это единственно что человек может делать уверенно да а все остальное очень осторожно потому что нет никаких у нас приборов что ли стопроцентно чем мы можем мерить единственное что мы можем делать это сверять евангельской истины для этого нужно ее очень хорошо знать для этого нужно глубоко хорошо знать евангелие каждый божий день его читать и тогда может приоткрыться у человека некой такой как бы назвать духовный что ли радар которым он будет ощущать все-таки где правда где ложь да в нашем мире в событиях которые тебя окружают и так далее но это опять же вещь тоже не всегда надежная можно и в прелесть впасть считать себя уже пророком ясновидящим и истинной последней инстанции вот именно поэтому господь тут и говорит то что у человеков почитается высоко мерзость пред богом да вот а как а как у что у бога не мерзость а что у бога вот какие ценности у бога вот для этого нам есть священное писание и ветхий завет как первая ступенечка да как начало и новый завет и конечно же еще и святоотеческие писания не не вредно читать святых отцов и она златоуста василия великого людей которые в этой жизни уже были со христом которые достигли очень больших духовных высот духовной высоты да и оставили нам свои мысли свои рассуждения которые очень полезно читать в дополнение разумеется да к священному писанию и вот дальше господь как бы еще пояснять свою мысль и говорит законы пророции то есть законы пророки были до иоанна а вот до того времени как бы до царства не до того времени как бы первая ступень должна была совершиться да вот по пути к царству небесному это исполнение закона то есть для человека ветхого для человека немощного был дан очень жесткий закон и человеку немощному да действительно пророки и ветхий завет обещали воздаяние за его добрые дела за его благочестивую жизнь даже в этой земной жизни потому что тем людям по-другому было не объяснить они не поняли бы а как это надо жить здесь в скорбях в трудностях и только все воздаяние будет духовным после смерти им это было очень трудно понять потому закон обещал благоденствие здесь на этой земле но как мы говорим и как понимают даст святоотеческие толкования это еще был и прообраз жизни после второго пришествия да то есть это воздаяние еще и имеется в виду в будущем веке да то есть после второго пришествия христа об этом мы сейчас еще с вами поговорим когда будем говорить о богаче и лазаре так вот нынешних же пор с момента когда царствие небесное благовествуется она нудиться то есть она берется трудом она берется трудом духовным а не только внешним аккуратным исполнением заповеди и ожиданием награды поощрения за это уже в этой жизни и господь дальше чтобы мы не подумали что все тогда чего 10 заповеди для нас не существует да у нас какой-то другой закон он говорит нет удобнее небу и земле прийти чем одной черте погибнуть в законе то есть ветхий закон абсолютно ветхий завет 10 заповеди и вся так скажем так а вся так главное как бы ядро то которое было ветхом завете она естественно перешло и в новый завет только новый завет раскрыл завет ветхий то есть фактически новый завет наполнил ветхий тем смыслом духовным который в нем изначально и был заложен но был как бы сокрыт от людей потому что они не готовы просто физически были его принять и соответственно поэтому новый завет это исполнение завета ветхого да какие-то ветхозаветные указания как например побиение камнями блудниц да и женщин которые забеременели без брака отменился да потому что закон да любите друг друга и возлюбите врагов ваших прощайте врагам вашим как бы отменяет ветхий завет но если мы внимательно в ветхий завет вчитаемся мы поймем что это все в нем заложено как семечко как как зерно которое просто еще не дало росток и вот в новом завете она дает росток и вырастает цветок ведь мы не всегда по зерну можем понять какое растение вырастет ну правда кого сад огород подтвердят мои слова у детки знают купаешь магазине зернышки ты сажаешь что там вырастут и примерно знаешь что цветочек да но до конца ты не знаешь вот так же представляется вот так детям тоже объясняем как вот ветхий завет как понять зачем он был нужен да это как бы зерно которое упало в землю а из него вырос новый завет цветок ах вот он какой оказывается да поэтому да естественно есть какие-то вещи чисто бытовые практически которые как бы ушли за ним уже ненадобностью как шелуха отпадает от зерна остается главный зародыш который дает этот прекрасный полный уже цветок да как вот и соответственно здесь этот образ очень понятен если представить себе что это дерево то можно даже фантазировать что оплод окончательный уже будет после второго пришествия господа да когда земля и небо соединяться и мир станет духовным но вот и дальше господь дает пример того что не пропадет ничего от закона на примере брака господь говорит вернее приводя пример тому точнее сформулирую что новый завет раскрывает завет ветхий но не отменяет его а раскрывает его подлинный смысл господь дает на примере заповеди о браке например ветхом завете разрешено было разводиться при определенных очень причинах естественно не просто то что жена разонравилась но были определенные причины бесплодие жены или очень тяжелая болезнь жены или измена да то есть разрешалось разводиться и давать жене отпускное письмо гет называется но если ты сейчас в иудаизме тоже так и и соответственно развод легитимен возможен да единственно естественно что всегда стараются и раввины естественно сохранить брак и уговаривают людей понятно ну так как и во всех религиях наверное да но тем не менее это это возможно а господь говорит что это было дано как бы по вашему по вашей немощи а на самом деле всякий кто разведется блудит и кто женится на разведенной совершает блуд то есть господь как бы показывает высшую планку как бы к чему этот закон вел закон вел к тому что да вы немощные не блудите с другими женщинами но хотя бы разведитесь и женитесь второй раз до что были обязанности что была ответственность пред богом а вообще-то новый завет уже выше ставить ступеньку даже и не разводиться и не расставаться и то что бог соединил человек да не разлучает да и так далее то есть то была подготовка подготовка потому что в тот жестокий век век ветхого завета люди муж мог просто если жена там ему детей не рождают он мог взять там ее и убить я не знаю там да или просто завести себе гарем других любовниц там как бы да и жить с ними ну как например было времена авраам у него вообще было много жен а моисеев закон уже многоженство не благословляет но разрешает развод чуть-чуть выше ступенечка видите да то есть это вот и вот об этом это и дальше господь переходит опять к основной теме этой главы а вся эта тема этой главы это о чем о любви к миру сему его благом и богатством и господь приводит потрясающую притчу о мытаре вернее о богаче прошу прощения о богаче и лазере ну кроме того очевидного смысла которую мы ясно видим в этой притче что богач получил все на этой земле прожил свою жизнь красиво счастливо прекрасно а лазер мучился да и в результате в загробный позор в загробной жизни богач получает по заслугам а лазер получает вечное блаженство здесь еще есть очень много в этой притче как говорят эсхатологического смысла то есть о конце времен о том вообще что такое загробная жизнь о том что происходит с душой после смерти и так далее очень много тонкостей которые очень интересно проследить потому что все вся литература дальнейшая написанная на эту тему например посмертное видение посмертное видение блаженной феодоры о мытарствах там да еще и какие-то вещи все это в принципе ведь на основании евангелия соответственно вот это первое вообще свидетельство о том так что же бывает после смерти из уст самого христа очень важно здесь пояснить что в данной притче а как считают специалисты по новому завету это именно притча в данном случае это не реальная история а притча ну почему потому что еще христос не воскрес соответственно двери рая еще затворены он не мог рассказывать о каком-то умершем богаче и лазаре это именно притча то есть история да так вот в этой притче господь говорит о промежуточном состоянии души то есть душа покинула тело завершила земную жизнь и находится в этом серединном состоянии то есть находится в том что мы называем ад но не в том что мы называем гиена потому что гиена это после второго пришествия то здесь это не после второго пришествия до второго пришествия это от от состояния умственное как объясняют нам святые отцы от это состояние души человека это образ жизни который душа ведет после смерти дело все в том что после смерти мы остаемся личностями полностью личностями даже как говорят нам святые отцы душа помнит части как бы частично свое тело напомнит себя в теле в принципе как бы ощущает и душа живет она живет там жизнью там не вечный какой-то сон забвение нирвана да там идет своя жизнь по ту сторону гроба и вот собственно говоря здесь первое что мы видим на что обращается наше внимание когда читаешь номер у ерофеуса влахуса есть замечательное толкование на эту притчу объяснение очень интересное принципе по нему сейчас и буду идти более-менее по памяти первое что мы видим и богач умер и лазарь умер как говорят до смерть это единственное абсолютно предсказуемое сто процентов известное событие нашей жизни принципе мы рождаемся наше бытие она все идет к смерти это было бы чудовищно несправедливо и очень грустно если бы не было ничего за гробом правда тогда наша жизнь вообще не имела бы но абсолютно никакой ценности и никакого смысла до оставить по себе что-то до оставить память о себе в своих детях своих трудах своих произведениях там литературных или музыкальных а зачем когда потом все равно все умрут как бы да и как бы и сколько литературных произведений музыкальных забылось но остались какие-то лучшие из лучших а сколько мы даже не знаем что они когда-то ведь кем-то были рождены написаны выстраданы да соответственно вот сам факт смерти наверное в какую-то степень доказывает вечную жизнь правда потому что иначе ну а к чему тогда это все и вот соответственно здесь мы видим что умер и богачий лазарь и что смерть как эрофеус влахус выразился является действительно великим демократом потому что она не различает всем абсолютно одинаково она дается она забирает всех царей до праведников преподобных грешников богатых бедных абсолютно одинаково а вот дальше начинается уже разные состояния лазарь который страдал выше меры в этой жизни и страдал что интересно очень терпеливо вот это тоже нужно подчеркнуть не каждый бедный страдающий человек автоматом попадает на луна авраама сейчас поясню что это то есть царствие небесное лазарь страдал с терпением не написано что он взывал о помощи что он жаловался он просто терпеливо ждал милостыни и ждал своей так сказать до смерти своей участи и за его терпение и смиренное несение своего креста он был удостоен находиться на лоне авраама луна это грудь на груди до на груди в груди у нас сердце да то есть к сердцу прижимаем вот мы там любимого мужа или ребенка до к сердцу и вот соответственно лазарь находился значит в самом близком общении с богом когда здесь говорится авраам и как бы авраам говорит от лица бога это потому что для еврейского народа авраам был братцем безусловным совершенно праведником да и здесь если у господа всегда в притчах есть хозяин дома хозяин виноградника там до господин то здесь это авраам потому что это уже по ту сторону жизни и смерти и господь выбирает образ авраама как святого очень близкого к богу как того святого чистого светлого корня от которого начался еврейский народ как бы напоминает им об этом поэтому не говорится здесь притчи что сам бог говорит это конечно бог говорит да под авраамом подразумевается сам господь но говорит авраам да как вот так это именно так как аллегория такая и вот дальше мы видим что интересно что богач видит лазаря а лазарь богача не видит мы с вами знаем учение нашей церкви да что в той жизни загробной и в аду и после второго пришествия в гиене бога то увидит все после второго пришествия в свет божественной благодати войдут все в промежуточном состоянии то есть в том аду и в том раю которые есть сейчас которые да в которые попадают люди после смерти люди ощущают божественный свет и ощущают адское пламя как предвкушение будущих вечных мог и будущего вечного благоденствия с богом то есть в полноте и радость и страдания наступят после второго пришествия щас еще дано время за молитвы близких родных за покаяние внутреннее переосмысление душа может спастись а души там не спят они там бодрствуют они могут внутренне изменяться деятельное покаяние невозможно а внутреннее переосмысление раскаяние конечно да иначе зачем мы молились за душеньки усопших людей так вот что получается все видят бога все входят в божественный свет его благодати только для одних это благодать и счастье и радость для других это страшное мучение как например такой пример приводит опять же владыка ирофей влахус он говорит что например как человеку которого отличное зрение он видит солнцем освещенный мир и даже если погода жаркая он все равно наслаждается красивым солнцем высвеченным пейзажем если же человек не дай бог не зрячий то он только ощущает жар от солнца но он его не видит и не понимает зачем это пекло жаром чувствует только дискомфорт и жар и больше ничего это конечно очень такой простой и слишком примитивный скажем образ но владыка его приводит просто как да для того чтобы как-то объяснить соответственно люди которые сейчас находятся в аду они видят бога они видят то что они упустили и они даже ощущают на себе жар его любви и его благодати только для них это не радость а страшное мучение мучение прежде всего конечно как говорит иан златоуст святитель иан златоуст совести потому что как здесь богач видите он вдруг все понял он понял что он упустил возможность в жизни своего спасения сделать он ничего не может и он просит а милосты милости со стороны лазеря чтобы он хотя бы чуть-чуть утешил его благодатью божия мочил уста его водой да такой образ дан чтобы представить себе вот ту сушь и жар и мучение которое будет там и говорит авраам то есть бог что это невозможно пропасть лежит между вами и нами что это за пропасть пропасть неверия пропасть непонимания пропасть которую ставят между нами и богом грех нераскаянный грех имеется ввиду нераскаянные грехи и вот эта пропасть а это очень страшная вещь потому что тот мир духовный вообще господь ангелы божья матерь они к нам так близко они к нам невероятно близко гораздо ближе чем мы думаем в этой жизни ну и разумеется, в будущем. А вот этот грех нераскаянный, наша воля, которая не хочет спасения через покаяние, через смирение, через любовь, не хочет, отторгает, она не хочет, душа наша, быть мягкой, живой, теплой, она хочет быть закостенелой в своих привычках, в своей вере, в своей правоте, в своей справедливости, в своих каких-то устоях жизненных, которые надо иногда сломать вообще, бросить их и начать все заново с Господом. Вот душа не хочет этого, и получается всемогущий Бог, и он не может ничего сделать, потому что это наша свободная воля, да, богач сам не хотел, и хотя он уже захотел в аду, но он теперь не может, потому что должно пройти, может быть, очень большое время, молитва за него, чтобы его душа смогла измениться, в аду душе измениться гораздо сложнее, чем здесь, вот что получается из этой притчи, да, и тогда, что интересно, богач говорит, ну пошли Лазаре хотя бы к моим братьям, к моей семье, значит, он помнит свою семью и своих братьев, значит, там говорят, там вы всех забудете, вообще все забудете, особенно те, кто будут в раю, вообще все забудут, неправда, ничего не забудут, будут все прекрасно помнить, и будут молиться за своих родных и плакать за них, если они не спасаются, и будут ждать встречи с ними, если они спасаются, конечно, ничего никуда не пропадает, это вот такая забывчивость, теория забывчивости, а там ты все забудешь, ну неправда, человек забудет суету мирскую, да, если он будет в царстве небесном с Господом, конечно, забудется мирская суета, забудутся мирские, плотские, чисто физические удовольствия этого мира, они как бы угаснут, как какое-то страшно далекое, ненужное воспоминание, но любовь, связывающая с родными, с близкими, духовные впечатления, полученные в этой жизни, я знаю это вот из разных совершенно, да, текстов и проповедей, ну, конечно, это останется, человек это будет помнить, ведь личность-то остается, личность, да, она никуда не девается, и, соответственно, он помнит о своих родных и беспокоится о них, и Господь страшно, как бы, ну, сперва не страшно, потом страшно говорит, да, Господь говорит сперва, они имеют пророков и Моисея, то есть у них все есть, все написано, да, какой Лазарь им будет проповедовать, все написано, вот пусть они исполняют и читают, и делают то, что они знают, а он говорит, нет, если кто из мертвых воскреснет, тогда они поверят, здесь намек-то на самого Господа Христа в этой притче, он говорит, если они пророков и Моисея не слушали, то если кто из мертвых воскреснет, они не поверят, то есть человек, который так далек от Бога, что даже Ветхий Завет ему не завет, как бы, да, то есть даже простые такие вещи, как не убей, не укради, не прелюбодействуй, не завидуй, почитай, цай мать твою, да, ну, прежде всего, первая заповедь, что Господь Бог твой, Бог единый, да, не сотвори себе кумира, если даже это не работает, и человек даже это не воспринимает, то даже если он узнает о том, что Христос воскрес, его это не впечатлит, как бы, он не поверит в это, и тем более, если, да, вот воскрес Лазарь. Интересно, что, обратите внимание, в мире существует масса свидетельств о том, как люди побывали там, на том свете, клиническая смерть, люди видели то, видели сё, да, видели туннель, какие-то переживали состояния, рассказывают разные истории, кто-то своих близких видел, кто-то ещё что-то, а почему церковь никогда не строит свою проповедь вот на этих доказательствах, а вот именно поэтому, что кто-то подумает, что это под действием лекарств наркотических, которые людям вводят, кто-то подумает, что это просто человеку приснилось, кто-то подумает, что это сочинили, ну, и вообще, конечно, по большому счёту, если эти свидетельства все исследовать, там могут быть ведь и дьявольские какие-то фантазии, да, человек, может быть, действительно находился в каком-то состоянии таком вот, уже душа отходила от смерти, и дьявол какие-то ему там показывал видения, человек это принимает за видение ангелов там или что-то ещё, тут этот момент тоже может быть, поэтому церковь вообще всегда относится с большой осторожностью к подобным свидетельствам и никогда не строит на них доказательства веры, но не только поэтому, а ещё и потому, что Даниуме не поверят люди. Вот есть очень много людей, которые пережили клиническую смерть, на самом деле им был показан ад и рай, и святые такие были, и миряне, есть обычные люди, они рассказывают, и что, всех близкие стали верующими? Далеко не обязательно, потому что не этим человек удостоверяется в истинности вот всего того, что написано в Евангелии, да, а прежде всего это происходит через сердце человека, через его желание очищать своё сердце, через его тягу к свету, да, а не через то, что он узнал о чудесах. Если не готовое сердце, ничего не будет, а вот если на готовое сердце упал такой рассказ, вот тут человек может прямо в один день в храм побежать, да, и стать верующим, стать христианином потом, то есть это как бы зависит уже от почвы, на которую это зерно падает. Ну вот, вот такая удивительная история о богаче и лазере, очень, конечно, глубокая, дающая нам практически полное представление вообще о загробной участи человека. Кому эта тема интересна больше, найдите. Иерофея Влахуса, по-моему, называется подробное толкование притчи о богаче и лазере. Ну, в общем, как бы вы ни сформулировали, я думаю, гугл вам чего-нибудь обязательно найдёт, это 100%. Ну вот, также хочу пригласить тех из вас, кто любят православные путешествия, именно такие по церквям, монастырям, храмам, церковные путешествия, на нашу страничку Topos TV, на сайт Topos. Вот тут название сейчас внизу, и ссылочка всегда есть в описании этого видео. И вы можете зайти на страничку Topos TV совершенно бесплатно. Сегодня и завтра идут две очень хороших экскурсии, видеоэкскурсии. Сегодня и до завтрашнего дня, то есть до завтрашних 14 часов, а может быть и продлим, если будет много желающих посмотреть, идёт экскурсия Людмилы Ильюниной, это наш православный автор, писатель и один из первых авторов вообще Topos. Называется она «О чём рассказывает Кронштадт?». Это очень такая красивая, историческая, романтическая прогулка по Кронштадту, по собору кронштадтскому, который, кстати, копия Святой Софии, по форту знаменитому, по музею военных кораблей, и даже встреча с настоящим капитаном подводной лодки. Так что там очень много интересного. И вторая экскурсия будет завтра доступна с 16 часов, завтра в четверг с 16 часов и до, естественно, вечера пятницы у нас обычная экскурсия в эфире в 24 часа. Иногда мы даже продляем, когда видим, что много людей смотрят. И вот завтра мы продолжаем цикл истории одного храма вместе с нашим замечательным гидом из Верхней Волжьи Светланой Кузнецовой. Светлана – православный гид по тоже храмам, монастырям. Ну, она и как историк водит разные экскурсии, но особенно её тема – это православные святыни. И вот мы с вами увидим историю ещё одного храма сельского. Это такие вот жемчужины буквально Светлана для нас выкапывает, с большой любовью снимает. Так что приходите, узнаете, увидите что-то новое. Ну, а с остальным расписанием ТОПАС ТВ на пятницу, субботу, воскресенье вы познакомитесь уже там. На страничку зайдёте, там расписание есть, вы почитаете. И, в общем, добро пожаловать. Экскурсии на ТОПАС ТВ бесплатные, но мы просим по возможности, по мере ваших, так сказать, сил, и только если экскурсия понравилась, оставлять гиду хоть какой-нибудь маленький донат. Пусть это будет 10 рублей, 20 рублей. Сколько вы можете? Потому что наши гиды, естественно, рассчитывают на ваши донаты. Это их заработок, это их хлеб. Но и сайт наш тоже надо как-то на что-то содержать, и платить и модератору, и хостингу, и всем. Поэтому, соответственно, мы всегда очень просим, как бы не забыть такую маленькую вещь. Это несложно сделать любыми средствами платёжными на нашем сайте. И самую даже маленькую денежку, если вы переведёте, она будет принята с большой благодарностью. Кстати, в сегодняшней экскурсии Людмилы Ильюниной идёт розыгрыш трёх чудесных сувениров из Кронштадта. Подробности все на странице ТОПС ТВ. Ну вот, мои дорогие друзья, всех вас сердечно обнимаю. Благодарю, что вы провели эти полчаса со мной, и надеюсь на наши скорые встречи. До свидания.